Итак, сегодня пятница, пятница, иду я в общем в больницу, мои дорогие. Честно, вот, не хочу, не хочу идти в больницу. Мне надо забрать там вещи, поэтому я иду туда, знаете, уже время просто около трёх, а в 3.40, короче, где-то через минут 50, Инна Николаевна, моя сменщица, она уйдёт на передачке. То есть, как бы как, я хотела прийти пораньше, типа, чтобы, ну, там, поболтать и так далее, но мне настолько не хочется туда идти и возвращаться, что я дотянула до последнего. И, получается, я сейчас приду в наш стол справок, заберу оттуда только вещи, перекинусь буквально несколькими словами сына Николаевны, и пойду гулять с Катей, встретиться снова сегодня. Снова мы в магазин, ну, сегодня мы пойдём в магазин в Ашан, надо сходить. Вчера мы только гуляли, вот, а сегодня надо в магазин ещё сходить. Вот, поэтому, поэтому, да. Сейчас я заберу и пойду, короче. Слушайте, мне кажется, что вот эта вот шавка... Блядь! Так что вот эта шавка, походу, в своё время загрызла нашу кошку. Это маму вот моей вот этой кошечки сейчас. А что Кирилл сказал, что он видел вот эту собаку. Нафиг знает. Короче, ладно. Моя Инночка Николай Ивночка ушла. Ушла в приёмник. Сейчас придёт. Я бы мог и сам забрать свои все вещи. Но, нет, я дождусь. Я дождусь, я посижу. Документы никакие не буду забирать. Мне они не нужны. Кто когда понадобится, приду, заберу. А сейчас нет. Сейчас уж все разошлись. Время уже 15.08. Сейчас Катя уже пойдёт ко мне навстречу. Поэтому у Инны Николаевны там куча лежит этих всяких подачек. Видимо, она не это, не относила их ещё. А мне сейчас Валентина охранник говорит, что помогайте, сейчас передачки будут. Я говорю, ага, блядь, конечно. Бесплатно. Только сыр в мышеловке. Вон, вся грязная. Жесть вообще. Блин. Всё. Я сейчас сходил к Анатолию Ивановичу, к нашему люфтёру. Он так, говорит, без тебя скучно. Я говорю... Сына Николаевны поволтали. Ой. Она говорит, все, конечно, очень расстроились. Что ты ушёл, все грустят. Она говорит, а ты чего такой грустный? Я говорю, ну как мне веселиться, если вы вот так все тут без меня грустите? Грустите. Господи, я как будто пуп земли. Да нет, чуть-чуть, конечно. Ну просто нет, реально. Очень-очень грустно. Вот. Ладненько. Катя меня уже там где-то ждёт. Передачки уже несут, но передачек немного. Вот. Я всё забрал. Зато, кстати... Так что вот так. Всё, Валентин. Пока. Я тебя сниму. Вот. Время проходит, люди не меняются. Как были моими врагами, так и остаются. Я тебя сниму. Так. Да, всё, Катя меня ждёт. Кстати, сегодня так тепло, но пасмурно как-то, но тепло. Тепло. Начальница моя, Ольга Александровна, тоже была... А, правда, не подошла ко мне, но я ей сказала там «Здрасте». Вот так вот ей крикну. Ну, не знаю, короче. Ладно, не плевать. Я и Николай мне сказал, что, если что, я открыт для предложений, я открыт для разговоров. То есть, если где-то что-то моя помощь понадобится, в том плане, ну, что вдруг, мало ли, там, кого-то подменить или что-то. Я говорю, я только буду за. Но единственная трудность будет в оплате. То есть, получается, надо на кого-то будет оформлять. Ну, да я так, это уж на кого-то надо будет оформлять. Вот эти вот копейки, которые я там насижу. Ну, вот, а так, говорю, я только за, потому что я свободный сейчас человек. Ну, вот, поэтому, да. Вот, стоит. Катюха. Жарко, невозможно. Вот было бы сейчас лето, наверное, была бы духота. Что-то нападу я это. Кать, привет. Ты что, какая бледная стоишь, расстроенная? Не спрашиваю. Потом я тебе расскажу. Это не тот раздавал. Привет. Который я бы тебе сказала. На камеру, да? Это лично. Это лично. Это лично. Ну, и правильно. Потому что, дай бог, если вот так вот на камеру кое-кто посмотрит, потом мне пиздюет. Ну, как мне дают весь. Я сейчас выхожу, охранник мне говорит, только сними. Да, господи. Нужны вы мне, блядь. Нужны вы. Я себя снимаю, а не вас. Такие неадекватные, да, работают в больнице? Да. Какие-то дикие люди. Кому вы нужны, блядь, нахуй? Вот кому? Кому вы нужны? Кому? Все. Мы с Катей поперли, куда мы в Ашан, да, ведь идем? В Ашан, да. Вот. Нам нужно будет сейчас там походить по магазинам, немножко развеяться, немножко повеселиться. Может быть, я даже что-нибудь там поснимаю. Я хочу торт. Они такие дорогие стали. Конечно. Ходим с Катей, просто с людьми пускаем. Ты что, хуили, что ли? В Ашане-то, раба, 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 ну, кто вот это все, кто вот это все делает? Плюнулись, что ли? Такие дорогие цены. Мой любимый торт, который стоил 300 рублей, стоит теперь 500 почти. Хренеть. Я так хочу пончики, я хочу донать, иначе свечит возьму. Очень дорого все стало стоить. Вообще. Мы просто плачем. Плачем кипятком. Я грущу. Ну да. Не рано вот. Скажите мне, не рано? Они рожают за гонегатим. А здесь есть донатики, который, помнишь, мы видели? Ну вот. Хочу донать, пасху до сих пор продают. Здесь одна просрочка продает. Вот колокола, который я взял, за 160 рублей 2 литра, а на 5 числа уже просрочилась у меня. Написано, что она до 5 числа, кати, куда идем? Я не знаю. Ты нормально, вообще адекватно, ведет меня какие-то, блядь, говорит, не знаю, и встала. Ебнулась. Слушайте, очень-все дорого стало, очень дорого. Капец. Я свой любимый йогурт и теперь покупаю не за 30 рублей, а за 50 рублей. Вообще, что ли, ебнулись? Я говорю, в пятерке обычно дороже цены всегда, но тут уже пятерка, вот сама пятерочка, даже переплюнула Ашан по ценам в плане, ну, не повышения цен, а наоборот, как бы стабильности. Правда? Блядь. Катя, Катя, ты где идешь? Иди сюда, ебаный стыд. Вот. Какой-то стабильности она сохранена теперь, там, ну, вот эти цены. А где мои пончики, донатики? Ну, вот эти цветные-то, колечки такие. А куда их убрали? На этом прилавке их не было, да? Здесь их тоже нигде нет. А, нет, это не они, Катя. Может, не обычные пончики взять? Я их сто лет не ел. А с чем? Сгущенка. С шоколадом есть. Я их, наверное, лет пять уже не брал. Когда они только появились, мы тогда их так много жрали. У нас же раньше не было няши. Есть со сгущенкой, Катя? Я пока вижу, воник. Сидеть вообще ничего нет. Цены охренеть не встать. Шоколад. Шоколад. А побольше-то вот это вот, вот эти вот упаковки. Мне, блядь, наверное, девяносто. Девяносто рублей, вот. Ну и ладно. Мне, правда, желудок очень... Меня когда запугали в детстве, кончится, говорю, я возьму их. Я их очень... Я лет пять уже не брала. Но я хотел взять донаты, вот эти вот с колечком пончики. Это все там сзади идет. Вот. Но их не оказалось просто. А может, они там дальше продаются? Они, наверное, там у этой тетки продаются. Надо сейчас, короче, взять, посмотреть, спросить, есть ли там такие. И, кажется, они там... Сейчас посмотрим. Жесть вообще цены просто. Вот они. А что-то какие-то они маленькие. Может, хватит, а? Ну, хватит. Я уже взяла эти пончики. Мне больше не нужны. Чего она сказала? Макароны с соленой карамелью? Да, что? Вы ели гадать макароны с соленой карамелью? Спокойно слышишь. Гуляем, сказать, короче, по Ашану. Глаза просто округляют нули. Я тоже просто глянусь хочу. Что-то шаурма, я ее сто лет не... О, она тоже стала дороже. Было... Было 70 с чем-то, 76. Я, по-моему, вообще за 65, блядь, она была. Возьмешь? А ты? Милли пиздер, блядь, но хочу. Может, взять, может, тоже взять, да. Одну? Я одну возьму, мне куда-то, мне куда стоят. Короче, голодаем. Да. Капец, мои йогурты любимые. Я теперь... Сколько они? 61, 50, да, стоит? 46. Пуще, ебаный. Вообще, прям. Я буду пятерку зашел. Наша горячая сучка, которая раньше продавалась за... За сколько? За 80, за 79 паскидоном. Сейчас она 104 стоит. И цена вообще не падает. Маги тоже влазит такая. Я вообще в шоке. Честно, я в таком охуенезе. Что-то, какие цены просто невозможно. Доденеть никаких не хватит. А, мам, мам, асу, ты посмотри, что-то, что-то, 38, блядь, балдеть. Мам, вообще 4, 7, 7. Я, блядь, вообще в шоке. Да, да, да. Да, да, да. Городом. Так все подорожало. Все так сложно в этом мире. Ладно. Ой, представляете, сейчас, короче, сижу, мы, сказать, сидим на лавочке, отдыхаем. Уже все, накупили еды, хоть сколько, сколько смогли, короче, купили. И подходит сейчас сзади вот сюда мужчина. Говорит, sorry. Говорит, у меня просто память это какая-то, как он сказал, феноменальная. Говорит, это вы участвовали в голосе? Ну, правильно, блядь, прошло уже 100 лет. Я говорю, да, да. Он говорит, супер, спасибо, что от нашего типа города. Это очень круто, жалко, что дальше не прошли. Я говорю, да ладно, ладно. Пожал руку мне такой, говорит, все, спасибо. Я говорю, пожалуйста. Приятно. Люди, прошло уже два года почти, люди все помнят. Ребят, мои хорошие, я открываю доступ к старым видео, к больничным видео. Все, то есть теперь их можно еще раз посмотреть и посмеяться на все эти ситуации, поспоминать над этим говном портретом. Короче, сейчас я выкладываю это видео и одновременно открываю старые видео.